Так, смотрите, ребят, сегодня прошлая лекция была вводной по понятным причинам, потому что она была первой, да. Эта лекция имеет название, я так называл, схема. Да, не всегда верьте тому, что написано на сайтах, а всегда приходите на лекции, да, потому что они могут отличаться от того, что написано. Смотрите, сегодня мы поговорим про схему базы данных, про тонкие моменты. В одной части я вам что-то расскажу, то, что я считаю самым главным в понимании схемы, но мне кажется, это ничего не сработает, если я просто буду вам что-то рассказывать, да. Поэтому во второй схеме мы разделимся на части, на команды, и каждая из команд попробует нарисовать ее, в смысле команды, схему базы данных. И мы потом еще сделаем одно усилие, посмотрим, каждый там капитан попробует защитить свою схему, посмотрим на различия, какие там разные команды приняли разные решения, и попробуем еще сделать один вывод, какой-нибудь то, что мы накопали. Вот такой план. Теперь давайте про схему. Смотрите, если вообще говорить про понятие реляционной базы данных, вот здесь написано «бд», то я бы сказал, что его можно вот и так написать, что это сиквел плюс схема. То есть это… Прошу прощения, сейчас выключу свой телефон, что он мне не мешал совсем, там что-то пиликает. То есть это язык запросов плюс схема. Без схемы, ни одной реляционной базе данных просто не удастся построить хороший план выполнения этого запроса. Что такое план выполнения запроса? В пару словах. Смотрите, когда мы пишем, как я и говорил, когда мы пишем простой запрос, типа там даже select звездочка from table a, where, там не знаю, column a равняется b, то у реляционной базы есть как минимум несколько вариантов его выполнения. Да, даже совсем простого. То есть для того, чтобы понять, как ваш запрос можно быстрее всего выполнить, реляционной базе нужна схема. Давайте представим себе простой пример. Это, на самом деле, немножко забегая уже в раздел производительности. Да, то есть что такое SUBD? У каждой SUBD есть такой компонент, достаточно важный в ее работе, как оптимизатор. Да, то есть он как бы, на самом деле, на вход принимает ваш SQL, потом на другой вход он принимает схему, потом у него есть еще небольшая часть статистика по данным, какие у вас данные хранятся. Он это все к себе принимает и понимает, как наиболее эффективно можно выполнить ваш запрос. Это как раз ключевое отличие вообще SQL от императивных языков, когда мы пишем просто шагами. Он, на самом деле, вам эти шаги выберет и придумает на основе того, что ему хранится, что у него хранится в реальной базе. Грубо говоря, давайте простой примерчик такой приведем. Есть у нас табличка, да, есть у нас таблица, допустим. Будем представлять ее просто пока как линейный список. И над ней есть некоторый индекс, который будем пока представлять просто как некоторое дерево. Допустим, в этом случае это будет дерево по колонке А. То есть все значения в некотором порядке отсортированы в этом дереве. И спускаясь по этому дереву, вы найдете ту или иную страничку данных, где хранятся эти данные. Идея понятна, да? То есть, в принципе, если структуры данных у вас были, то чтобы сделать быстрый поиск, вам нужно либо отсортировать там что-то, да, искать там за n log n, либо там в дереве хранить, что, в принципе, эквивалентно. Так вот, допустим, в этом дереве, не знаю там, три уровня. Три уровня. И... А в данных, допустим, не знаю, четыре. Четыре странички всего. И каждый уровень тоже страничка. Смотрите, допустим, оптимизатор такой приходит и понимает этот запрос, да? И у него теперь два выбора на самом деле. Он может просто просканить каждую вот эту вот ячеечку и проверить в ней каждую строчечку, что A, ну, что колонка равна B. Понятно, да? Идея понятна, ребят? Помним, да, что главное правило этих лекций можно прерывать, можно спрашивать или говорить, что я говорю полную ерунду. Тоже окей все. Второй вариант, он начинает спускаться по дереву, да? По всем трем уровням. Потом находит новую, находит страничку и читает ее. Вот. И даже из этого простейшего примера понятно, что выбор той или иной стратегии, там, грубо говоря, спуск по дереву, который обычно называется как SIG, как поиск. Либо скан всей таблички, который как бы так и называется, либо скан, либо SIG, даже для простейшего запроса имеет место быть, да? То есть, грубо говоря, чтобы спуститься по дереву, ему нужно будет прочитать вот здесь, прочитать, допустим, на втором уровне, на третьем и последнюю страничку здесь, да? Либо он может просто проверить каждую страничку последовательно в этом списке и последовательно проверить каждую строчку. Да, и вот теперь вопрос, он должен выбрать самую оптимальную, допустим, по этому единственному критерию. Какой вот он выберет, как вы считаете? Размер зависит. Ну вот, допустим, у нас такой размер, да? Здесь три уровня, он должен прочитать раз, два, три уровня и потом страничку, а здесь четыре странички, да? Четыре страницы. Ну, скан. Какой скан, почему? Быстрее. Что? Грубо говоря, размер, на самом деле, здесь даже у нас нечаянно совпал. Специально не подбирал, то есть, он тут и тут прочитает четыре и так прочитает четыре. Да он всегда будет так читать, а здесь он один, может два. Не, ну, он, смотри, если бы у нас было здесь дописано, допустим, допустим, если в SQL сервере писать топ-2, а если в других базах писать здесь limit-2, то он мог бы остановиться, набрав первые две строки. Да, то есть, он типа такой заходит на первую страничку, проверяет, что первые две строчки у него соответствуют, что колонна A равно B и выходит. Так можно, но нет, у нас такого условия здесь нет, поэтому он будет работать до конца. Да, то есть, он всегда здесь все просканет и здесь тоже все просканет. Есть идеи какие-нибудь? Здесь, на самом деле, очень просто. Последовательное чтение, оно быстрее, чем рандом. Рандомное, да? То есть, здесь он будет прыгать непонятно по каким данным. Отсюда, сюда, сюда. А здесь они последовательно будут лежать, скорее всего, он просто так бэм-бэм-бэм-бэм. И, ну, короче, прочитать быстрее, чем будет прыгать. Поэтому в этом случае, скорее всего, он выберет скам. Хотя, допустим, если он будет знать, что здесь, допустим, не знаю, 6 квадратиков, тогда спуск по дереву будет быстрее. Это просто простейший пример, когда... Что такое оптимизатор и как он выбирает то или иное выполнение. И то, о чем вы, на самом деле, не задумываетесь никогда, то есть, ну, не то, что никогда, а можете не задумываться, когда пишете простой запрос, да? То, что даже в простейших случаях всегда у вас есть выбор тех или иных стратегий. Теперь поговорим про... вернемся чуть понятия. Это понятно было? Я хорошо спросил, что уже стер, да. Это дерево. Это чистая абстракция сейчас или везде... Вот это? Да. Это простейшая абстракция B3 индекса. Про индекс мы еще поговорим отдельно. На отдельная будет лекция. Но это простейшая... Как бы простейшая... Кто знает, что такое дерево? Крутота. Вот. База данных использует деревья определенного вида, которые создаются отдельно, называются они индексами, и служат они для того, чтобы можно было быстрее искать. Потому что если ты не создаешь никакую новую структуру данных, то единственный твой способ искать – это скан. То есть перебрать все. А это как бы... Производительность скана растет как? Линейно к чему? Количество. Количество блоков, да. А поиск по дереву растет как? Как логарифм. Да. Вот все понятно, да. То есть, грубо говоря, дерево, если много данных, строить эффективнее. Ну, это все не бесплатно, и про это мы про индексы вообще прям отдельно поговорим, потому что это на самом деле ключевая тема. Это просто на самом деле немножко вводная вам только для того, чтобы понимать такую схему. Ну, только для того, чтобы понимали, как эти механизмы немножко внутри крутятся. Теперь давайте про схему поговорим. Кроме таблиц, которые прям очевидны, да, что нам нужны какие-то таблицы, они хранят данные. В таблицах там есть столбцы. Это все пока тоже просто, да? У столбцов есть, ну, строки-то ладно, есть там типы данных какие-то. Какие мы знаем типы данных? А? Варчар, окей. Что это за тип данных? По-моему, расширяется под размеры строки. Ну, если вы просто, как обычно, в базе данных напишите варчар, то он всегда там по дефолту возьмет какой-то размер в рамках СУБД, там, допустим, 50. Да? Ну, что это за тип варчар? Кто знает? Это да, это строковый тип, очевидно. Что он в себе хранит? Да, все правильно. Так и есть. На самом деле от разных СУБД там могут быть такая ситуация. Он может хранить, допустим, только, как это, ASCII символы. То есть, грубо говоря, у него на каждой символик будет байтик. Что это значит? Это значит, что всякие японские, китайские языки, короче, вы там сохранить не сможете. Да, потому что там у вас всего чуточку. Но это зависит от реализации. Иногда они могут хранить и нормальный Unicode 2 байта. Какие еще типы данных у нас есть? Такие базовые самые, примерно. Правильно, inti там всякие, longi, да, там small, inti. Тоже все может немножко по-разному называться. Там какой-нибудь, включая там добита, да, просто один нолик. Может немножко по-разному из вас, непринципиально. Какие-то целочисленные типы. Еще понятные какие-нибудь там дейты, small дейты, какие-то там стемпы, да. Это какие-то времены, какие-то времена там, да. Там, допустим, это может быть только дата, допустим. Это может быть дата со временем, определенной точности. Все это тоже зависит от разных субэдэ, но смысл тоже не очень сильно меняется. Так, из типов, ну там есть бит, есть там кто-то называет буллион, но в принципе все. Иногда есть отдельный тип, типа nvarchar, да, который хранит вот типа unicode, да, по два байтика на символ. Грубо говоря, если вы, как бы, что-то, что значит по два байтика на символ? Это значит, что любая, если вы, допустим, работаете только в России, или, допустим, только с английским языком, все ваши данные сразу начнут весить в два раза больше. Вот так, да, если вы заведете такой тип. Ну, в общем, вот. Поэтому будьте аккуратны с типами данных, чуть еще попозже поговорим. Так, значит, толпцы имеют типы данных. Что еще в табличках? Что у нас еще из схемы важного? Есть так называемые ограничения. Они же по-английскому как называются? Точняк. Constraints. Кто-нибудь знает, какие они бывают? Смотрите, они бывают, самый простой из них это foreign-ключ, допустим. Мы уже немножко касались всего, но давайте еще разочек. У нас есть табличка студентов и табличка групп. Да, и у нас есть отношение, что в одной группе учатся N студентов. Да, один студент учится только в одной группе. Вот так это называется. И, наверное, в базах данных там как-то вот так нарисуют, в рисовалках, а здесь поставят какую-нибудь точечку. Вот. Так вот, чтобы нельзя было завести студента, который учится ни в какой группе, да? Ну, то есть просто можно было завести, допустим, в табличке групп у нас есть 1 и 2, всего 2 группы. Чтобы нельзя было завести студента с группой ID, допустим, 3, вешается foreign-ключ на это, и он же является Constraint. Да? То есть он проверяется. Что здесь важно знать? Эта штука всегда Constraint, эта штука не очень... Она всегда что-то проверяет вам, но она не бесплатная. Да? То есть вы, допустим, пишете такой insert себе. Insert into student с именем, допустим, каким. Понятно, каким. 2. Вот у нас так просто, да? Ну, там как бы так нельзя написать, конечно же, надо написать как-нибудь. name group ID, а здесь написать values Сергей 2, то что это такое? Казалось бы, это просто операция модификации, да? То есть мы добавляем данные в табличку. Понятно, да? Но на самом деле, если у нас здесь висит наш этот Constraint, который что должен сделать? Да, который должен упасть, на самом деле, если мы добавляем здесь, допустим, трешку, да? Которой нет в группе. Это значит, на самом деле, что когда мы будем выполнять этот insert, до того, как мы это сделаем, мы на самом деле сделаем select. Там from group, где group ID равен, ну, вот этому числу, да? По факту. 2. Что на самом деле это значит? Да, ну, потому что, грубо говоря, если он вернет внутри себя здесь 0, да? Что, грубо говоря, ничего не вернулось, то он должен вот это зафейлить. Понятно это всем? Да, как он будет фейлить? Просто там... Ну, он просто тебе ничего не вставит и напишет куда-нибудь в консоль, что, чувак, значение 3 нет в group ID. И все, как бы. Ну, в зависимости от sub-bed он это сделает по-разному. Ну, это не принципиально, на самом деле. Он просто должен за это зафейлить, иначе никак. Он-то должен сделать обязательно до вставки, потому что потом уже смысла как бы нет. Соответственно, на самом деле, это значит, что скорость вашего вот этого insert, вставки, будет зависеть еще также от скорости вот этого select. Что на самом деле непрозрачно, я считаю. То есть не сразу очевидно. Да, что вот. Что на самом деле, допустим, если у вас таблица группы не подготовлена вот к такому фильтру, и он будет выполняться долго, то ваш insert тоже этот будет выполняться долго. Хотя казалось бы, блин, ну что там, боже мой, ну добавь просто строчку мне и все. Это про constraints. Это важно понимать. Дальше. Смотрите. То, что это может влиять плохо на insert, скорее всего, может помогать нам в select. Да, то есть в каких-то ситуациях оптимизатор может понимать, что для каждого студента всегда есть группа. Это гарантирует его constraint. Иначе, как бы, все было бы плохо. И может, допустим, что-нибудь, как-то оптимизировать ваш запрос. Например, допустим, мы пишем select count звездочка from student. Пишем здесь inner join group sg on s group id равен d, допустим, id. Ну, мы, допустим, не знаю, напишем здесь там vrs равняется s.name равняется Сергей. Понятно, что делать запрос? Нет. Отлично. Ты молодец. Мы такие взяли всех студентов, соединили их по группой id со всеми группами. Понятно? То есть в каждой строчке из студентов, допустим, здесь напишем Сергей, здесь напишем Алексей, я буду из группы 2. Леха, ты будешь в моей группе или нет? Буду. Отлично, ты будешь тоже в группе 2. Вот. И, допустим, у группы есть еще имя. Ну, мы просто так, как бы, для вот. И мы этим запросом, на самом деле, вот эту двоечку, вот к этой вот двоечке сопоставляем. Да? То есть, на самом деле, делаем вот так. Сергей 2, 2. 2, 2. Ну, больше ничего здесь не делаем. И потом считаем сумму этих строк. Вот, count этих строк. То есть количество этих строк, не сумма. Понятно? Ну, еще проверяем, что имя равно Сергею. То есть, на самом деле, Леха, извини, я вычурнул тебя. Так получилось. Такой запрос был. Понятно, что делает запрос? А как в запросе можно было бы указать, что имя равно Сергей или Алексей? Очень просто. Пишем, Сергей, asName равняется Сергею, или asName равняется Алекс, да? А нет, полностью, Алексей. Или можно было написать вот так, допустим. Вот здесь, вот здесь, где asName, in. Сергей, запятая Алексей. Понятно? Да, понятно. То есть, есть операция in, есть операция or. Понятно, что можно написать дерево проверки там с вложенными or, end'ами, как тебе, в общем-то, хочется. Да, конечно, конечно, конечно. То есть, на самом деле, вот этот inner join, он вообще нам здесь не нужен. Но так получилось, что мы написали с inner join, допустим, там, для каких-то других вещей. Он остался. Но главное, что оптимизатор, понимая вот эту связь, да, вот эту связь, он такой поймет, ну, чувак, вот это вообще мне ничего не изменит. Никак не повлияет на количество строк. Что на самом деле очевидно вот из этого упражнения, да. То есть, он точно знает, что для каждой группы, для каждой группы есть, для каждого студента есть его группа, потому что constraint-то гарантирует. Понятно? Тогда этот inner join не нужен. Допустим, если constraint-то нет. Как работает inner join? Понятно? Inner join выбросит нам все группы в этом запросе, которых как бы нет. То есть, допустим, у нас не было бы constraint-то, мы написали бы здесь три. Допустим, это возможно, это как бы, не знаю, грязные данные, как угодно можно называть. Но тогда этот запрос имеет смысл, да. Тогда вот этот inner join на самом деле значит, эй, верни мне только тех студентов, которых есть группа в табличке групп. Да. И тогда он вынужден будет это проверить. Но если у нас есть constraint, тогда он это делает, когда? На этапе вставки. Да, мы только что это обсудили. То есть, вот это соединение будет там произведено. Оно будет неявно скрыто, и на самом деле вот эта сложность неявно туда уйдет. То есть, как бы, ну, нужно понимать, что не бесплатно, да, это произошло. То есть, в этих запросах мы от этой, как бы, операции избавимся, а в insert-ах это добавится. Понятно это? Замечательно. А что если мы будем делать удаление, допустим, группы из таблицы групп? Точнее. Тогда constraint будет работать? Да. Смотрите, есть с constraint-ами такая тема. Во-первых, он не даст тебе удалить группу, если к ней привязаны студенты. Да? Ну, как бы, ну, смотрите, есть разные поведения, я бы так сказал. Есть поведение так называемого каскада. Которая, на самом деле, если вы создадите вот эти все foreign-ключи вот с этим каскадным удалением, то удаляя группу вы грохнете всех студентов. Ну, это как бы вы так считаете. Типа, если у меня ушла группа, то и студенты мне ее больше не нужны. Все. Если, как бы, это свойство не задать, то по дефолту он будет вести себя так. Он не даст тебе удалить группу, которой привязаны студенты. Иди-ка, пожалуйста, сначала удали мне всех студентов, а потом уже удаляй группу. Это, как бы, ничего не ломает. Ты не должен нарушать это. То есть, очевидно, что может существовать группа, к которой не привязан ни один студент. Но студенты обязательно должны быть привязаны к группе, да. То есть, ты должен сначала грохнуть всех студентов и потом удалить группу. Ну, и, соответственно, это может быть большой граф, вложенный вот так вот по всем этим constraint, да, который, если вы хотите, допустим, удалить, вы должны как-нибудь в правильном образе это делать. А если вы где-то написали каскад, или вы почему-то пишете его всегда, и у вас к студентам привязаны, ну, я не знаю, что там еще, оценки. Да, у каждого студента есть оценки, а у оценок-то я не знаю, что там есть. Не знаю, не принципиально, да. Ну, допустим, преподаватели. И вы такие грохаете группу, и у вас прописан каскад, вы такой, ну, ошиблись нечаянно. Так бывает, да, грохаете вторую, вы такие, ты-ды-ры, ты-ты-ты, а, все студенты, и всех студентов, и потом, ну, и их тоже грохнем, да, как бы вы такие прошлись каскадом, такие, боже мой, ну, и надо как-то это все теперь откапывать. Вот, в реальных бизнес-проектов я не писал никогда каскады, и лучше пропишу аккуратненько в каждый нужный момент времени удаления. Нужный мне. Каскадами не пользуюсь. Еще вопросы, ребят? Это про констрейнты. Констрейнты – это какие еще бывают констрейнты, кроме foreign констрейнтов? Да, наверное, можно его по какой-то квалификации, я здесь напишу просто constraint. Можно, наверное, отнести not now к констрейнтам по каким-то критериям. Ну, это точно так же. Это, на самом деле, намного проще, потому что это можно взять просто строчку, которую вы вставляете, и проверить, что она not now, да. Оптимизатор, ну, грубо говоря, insert, и у вас в этот момент не страдает ничем, кроме вот этой проверки при вставке этой константы, да, что она там нормальная. Ну, или там, ну, в общем, да. Селекты могут выиграть от not now, когда точно будут знать, что, там, не знаю, нельзя, там, now, короче, то, что там есть значение. То есть вы всегда должны, короче, констрейнты, как бы, констрейнты, они используются, как бы, со всех сторон. Какие еще? Да, unique. Это важный констрейнт, на самом деле. Вы можете сказать, что, допустим, у нас есть табличка group, и там есть две колонки. Это ID, например, неважно, это какой-нибудь INT, и name, это какой-нибудь varchar, как у вас группа называется, любая там, какая-нибудь там, 10. Неважно, да, и в нормальных университетах вот эта штука уникальна. Да? Она, может, на самом деле, не совсем. Допустим, я учился в Лути, соответственно, у меня была группа основная моя 23-42, и двойка была типа год поступления мой. Соответственно, следующая группа 23-42 появлялась через 10 лет. Да, то есть вот я там в 2002-м поступил, а вот в 2012-м появилась еще одна группа 23-42, то есть не уникальна. Но потенциально, если мы не храним историю всех групп, а храним просто текущие, допустим, группы, можно считать ее уникальной, и тогда повесить unique constraint. на эту штуку, да? Допустим, у вас была бы задача. Вот у вас есть база данных. Допустим, она представлена просто линейным списком, листом из стрингов, из неймов. И вам нужно обеспечить, чтобы в этом листе всегда были уникальные значения. Как бы вы решали эту задачу? Понятно объяснил? Можно еще раз. Отлично, молодец. Смотрите, вам нужно обеспечить, что у вас в листе всегда уникальные значения. Как это решить? Каждый раз проверять, есть ли кто-то. Красавчик. Да, допустим. То есть надо чекать как-то, это понятно. То есть я говорю на самом деле про операцию insert. Вот мы опять делаем insert into group into group просто с именем, допустим, в мое любимое 2342. Подождите про память. Сразу так глубоко. Зачем вы так давите на меня? Так, ну, into groups. Опять я написал какой-то простой, он не так выглядит, да? Into groups, вот здесь нужно имя колонки написать, name, а здесь написать values, и здесь написать 2342. вот, теперь у меня есть на имени уникальный constraint, и теперь если, я ожидаю, что если в базе уже есть 2342, он должен что делать? Падать. Правильно. Теперь как это сделать? Да, так же сделать select, все правильно. Ну, уник мы определили, мы определили. Да, теперь что должна делать база данных, чтобы она должна была падать? Selectic там какой-то внутренний себе сделать. Окей. Она делает для этого selectic внутри у себя. Там, да, там select, не знаю что там, просто там какой-нибудь один from этой же группы, where 2342, ну, там на самом деле, где name равно 2342. Теперь, чтобы его сделать, нужно, чтобы он как бы работал быстро, да? Мы как бы для этого и создавали уникальный constraint. Вот чтобы он работал быстро, как это можно сделать? Какие у нас способы есть? Отсортировать. Либо еще как сделать? Либо хэши, правильно. То есть, на самом деле, у нас два варианта. Либо хранить по факту какой-нибудь отсортированный, там, этот же лист, либо, так как у нас один элемент, нам просто хватит там сета, на самом деле, который будет представлен, какой-нибудь хэш-таблица, да? И мы такие пойдем туда и узнаем, да? Не могу уверенно сказать про все с UBD, но чаще всего люди работают через ту абстракцию, которая уже есть в базах. Это индексы. Это на самом деле с какой-то плюс-минус сортированный список либо дерева, которое представлено деревом, и просто представляют уникальный constraint в виде специального индекса, который позволяет выполнить этот запрос за не константу, как хэш-таблица, да, поиск хэш-таблицы, чему, Райан? Констант, молодцы. А поиск в дереве? Класс, у вас был курс логарифмов. Да, не за константу, как хэш-таблицы, но тогда ее там, не знаю, не в памяти хранить, да, а хранить на диске вот этого дерева и искать за логарифм, выполняя то, что нужно этому уникальному constraint. Это понятно? Да? Прозрачно? Все. Класс. Класс, 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 класс. Еще какие есть констраенты, кто-нибудь знает? Может быть, по типу данных? Ну, на что? Ну, на инт, допустим, что она разминут, то вот 29-30 было. Да, можно такое придумать. То есть понятно, что у типа данных есть свои ограничения. Ну, допустим, там, не знаю, инт это, не знаю, там, 2, какой-нибудь там, 8-ой, это и знаковый, там, значит, плюс у него 2 в 7 минус 1, да, ну, вот это все. Но, допустим, если вы хотите сказать, что у вас группы, допустим, те же самые, да, вот, допустим, берем такие и придумаем, что name, это на самом деле не варчар, да, а вот как у меня 23-42, это как бы, и начинаем хранить его в инте. Ну, так, что-то все сделают, что-то, да. Может быть, не со всеми названиями группы пройдет, но слетишни почему-то проходит, да. Ну, и понятно, что здесь какой у нас максимум? Вообще из тех групп. Ну, да, да, там, 9, 9, 9, 9. А если здесь написали что-нибудь там отрицательное, либо там еще что-то, то это как бы на самом деле херня. А если учесть, что вот это вот еще у нас был типа что-то типа номер факультета, да, это был год, это был факультет, который тоже там вроде в максимуме имеет пятерку или шестерку, то вот это именно групп, и это вот это вот какая-то кафедра, то, наверное, можно написать, подумав еще 5 минут, написать здесь более строгое утверждение, какой максимум реально мы можем сюда записать. А если записал что-то не то, то кричать. И такие констраинты называются чек. Чек констраинт. То есть они проверяют. Ну, самый простейший вариант чек констраинта, допустим, это проверять, что вам в базу прилетел реально адрес почты. Ну, что-то там нужна собачка, там должна быть собачка, да, там должно быть две части, там этих, там должен быть какой-то домен, какого-то урна, то есть точка должна быть. Ну, то есть понятно, что RegExp, наверное, можно написать, обеспечив что себе, чтобы у вас просто в базе были больше валидных данных. Если кто-то там написал какую-то фигню, пытается вам это заинсертирить, вы такие, чувак, но это точно не почта, да, и мы не хотим это у себя видеть. Это борьба за, за на самом деле более чистые данные, использует ли их оптимизатор при построении своего плана запросов. Что такое план запросов, знает кто-нибудь, понял кто-нибудь? Да. То, что он доставит какие-то свои еще запросы внутри. Мы написали... Да, практически. Смотрите, еще разок, если я сказал какую-то фразу и нет то четкого понимания, нужно говорить что? Я это не понял. Смотрите, поэтому план запроса, план запроса, это когда вы пишете какой-нибудь селект, а, этот сель, вы написали селект, послали его в БД. Здесь прошел, прошел очень много всякого сложного и она превратила его в план. Так работают все с УБД. План выполнения запроса. Вот этот план выполнения запроса, это на самом деле, считайте, практически уже более-менее императивный способ его выполнения. То есть нужно сделать там... Он пишет, сначала пойди в такой-то индекс, найди там то-то. Для каждой строчки, которую ты найдешь в этом, там, после этого запроса, пойди, сходи в другой индекс, найди там другое что-то. Это все, пожалуйста, соедини по какому-нибудь алгоритму и отдай из этого только там какие-то поля. Да, то есть что-то более понятное. После этого этот план запроса... Вот эта штука называется оптимизатор, на самом деле. Это то, чем хвастаются все современные с УБД. У меня самый крутой оптимизатор. Это то, что ты пишешь всякую вот здесь вот сложную, сложные запросы, он смотрит, как я уже говорил, на схему, оптимизирует, выдает оптимальный план запроса. И потом у вас есть какой-то инжин. Если бы я умел рисовать какую-нибудь... Как это называется там? Важно. Какой-нибудь сложный... Короче, это нужно рисую кружочек. Могчик-вадатик. Хотел нарисовать, как он называется, как шайбочка, такая чик-чик-чик-чик. Колесико-шестеренку. Вот, правильно, шестеренку. Но он так быстро не умеет. Он... Эта шестереночка, это что-то типа, что уже умеет выполнять план запроса, какой-нибудь там, не знаю, DB какой-нибудь экзекьютор. Этот DB экзекьютор уже ходит на какие-нибудь там реальные диски, куда-нибудь в кэши, еще кучу всего делает, получает оттуда данные, и потом их гонит вот сюда. Да, вот здесь сидит наш пользователь. И вот так у него для него все протекает. Он пишет этот запрос, он попадает в BD, оптимизатор смотрит на схему, парсит сиквел, строит план выполнения запроса, отдает его какому-то выполнятору, какому-то, кто его экзекьютит. Он идет в данные, какие-то там, в промежуточные системы, в кэши, там, пытается это быстренько, максимально выполнить, копит это где-то и отдает. Так работают все с UBD. Он прям напрямую отдает? Ну, смотри, если ты написал это в консоли, прямо в консоль тебе отдаст. Если ты написал это из программы, прямо в программу тебя отдаст. Понятно, что здесь там еще вот тут вот куча всего связано с установкой, не знаю, там, соединения, да, но мы это все и обходим там, да, что вы как бы, что вы там нужно, еще здесь есть сеть какая-то, ну, короче, там, это не принципиально для нас уже. Принципиально, что запрос поступил в UBD, он прооптимизировался, построился план выполнения запроса. И запросы, что если представлять, там, вся последовательность лезти в каком-то виде записанная? Да, это именно последовательность действий, которая будет использована вот этим вот кружочком-экзекьютором для выполнения этого запроса. Понимаешь? То есть вот здесь он на самом деле, когда получит этот селект, он разберет его семантически, построит дерево этого селекта, на самом деле, что ты хочешь. Потом оптимизатор постарается его покрутить каким-то образом, чтобы привести его к более-менее оптимальному. Потом оптимизатор посмотрит, как у него таблички связаны, какие у него есть возможные ограничения, какие у него есть индексы, все в себя это соберет и попытается построить план выполнения запроса. Что за компилятор? Ну, компилятор он же просто переводит. То есть то, что ты написал, ну, так нельзя сказать, он, наверное, там тоже, там, в зависимости от, там, среды, что-то делает, там, может, что-то умное, ну, вообще не принципиально. То есть здесь он просто может сделать совершенно разные операции, да, совершенно разные, в зависимости от данных. Когда-то полностью по ним пробежаться, когда-то использовать индекс, когда-то еще что-то, в зависимости от того, как много у тебя данных в табличке, в зависимости от того, как у тебя, там, эти данные распределены, там, и так далее. Это как раз вся фишка, да, то есть если ты напишешь один, один и тот же алгоритм, он на разном количестве данных будет работать по-разному, да, там, ну, грубо говоря, там, n квадрат не всегда намного хуже, чем n логарифм. На маленьких n он, как бы, не так плохо, правильно? Ну, и он прост. Соответственно, его можно прям всегда запускать, да. А индексы, а не конец, а где-то с таблицей? Давай мы это про, отдельно про это поговорим, пока можешь представлять себе, что индекс — это дерево, которое хранится на диске, которое упорядочивает данные по каким-то столбцам. Помог тебе? Да. Класс. Все, это что называется план выполнения запроса. То есть, еще немножко, мы на самом деле про оптимизаторы, про план выполнения запроса будем еще говорить в лекции про оптимизацию, но вы должны всегда понимать, что вот когда говорят про оптимизатор, то перед ним всегда стоит очень сложный выбор. Он, этот план выполнения запроса должен построить, чтобы он был быстрым, и должен построить его быстро. Да? Ну, то есть, грубо говоря, никому не интересно, если ты построишь план выполнения запроса, который выполнится за одну секунду, но ты будешь его строить 10. Да? И потом у тебя суммарное время будет 11 секунд, а если бы ты взял самый простейший вариант, у тебя бы он выполнится за 6. Да? Поняли? Поняли идею? Понятно, да? Вот. Поэтому оптимизатор должен это сделать быстро и всегда будет работать под таким, знаешь слово, трейдов? Ну, потрейдов? Нет. Трейдов – это такой, как бы, как это, такой баланс. Он должен соблюдать баланс между тем, насколько он быстро строит запросы и насколько они потом быстро выполняются. Если он где-то в каком-то месте проиграет, то они просто будут дольше в конечном итоге для пользователя выполняться. Можешь еще вопрос? Давай. Организатор, он как-то хранит шаблоны вот этих планов? Ну, все, он каждый раз есть... Это всегда зависит от СУБД, но всегда в каждой СУБД есть понятие кэша этих планов. Да? То есть он как бы... Ему приходит запрос, он каким-то образом по-разному всегда понимает, что есть у него такой же запрос уже построенных или нет. То есть, грубо говоря, ну, понятно, что если он строит какой-то... какой-то... оптимизирует пять секунд, то когда ему пришел точно такой же запрос, но нет смысла тратить эти пять секунд, он сходил в кэш, понял, а, такой же запрос уже был, я ему тоже отдам. И здесь всегда возникает проблема... Какая проблема возникает, когда вы всегда придумываете у себя в системе кэш? Ну, ладно, бог с ним, место, хорошо, нужно где-то хранить. А какая еще? Консистентность чем? Да, инвалидация, кэша. То есть, грубо говоря, если у вас есть табличка, в ней пять тысяч строк, я сегодня отвлекаюсь, но если вы задаете вопрос, я отвлекаюсь. Пять тысяч строк, вы построили один план и вот для какого-то селекта. Все было классно. Потом вы пришли такие инсертом сюда и закачали в эту табличку еще один миллион. Потом опять пришли этим селектом сюда же. Ну, скорее всего, не обязательно, но скорее всего, если возьмете этот же план запроса, который выполнялся для пяти тысяч строк, он уже может быть неоптимален для этого, когда вы залили туда миллион. Поэтому в какой-то в этот момент вы должны такие подумать, эй, парень, тот кэш для селектов из этой таблички наверное больше не актуален. Да, как бы потому что, ну, как-то я лучше потрачу еще пять секунд и попробую еще раз построить. Ну, получится такой же, ну, наверное, хорошо. Это всегда тоже очень сильно отличается от разных версий с УБД, но принципы базовые одни и те же, да, то есть у вас есть какой-то кэш, он должен инвалидироваться, он инвалидируется по разным признакам, вы могли построить новый индекс, новый ключ, добавить колонку, добавить строк в табличку, в этих всех случаях, скорее всего, кэш, который находится на этих табличках, должен быть сброшен, да, вот, либо перестроен, вот, это про твой вопрос. Вернемся к нашей главной теме про схему, да, мы сегодня схему обсуждаем, вот, значит, я сказал, что реальная реалиционная, а не реальная, вот эти сокращения очень плохо делать, реальная база данных это сиквел плюс схема, про сиквел мы отдельно поговорим, про схему говорим сегодня, мы говорим, что у нас есть таблички, толпцы и типы данных, еще из схемы мы знали ограничения, ограничения разобрали, что еще бывает в схеме, сегодня много говорили, я вам буду подсказывать индексы, да, они относятся, конечно же, к таблице, то есть индексы ты создаешь для таблицы, да, в простейшем виде, по факту, индекс говорит, индекс это структура данных, которые представлены деревом, чаще всего деревом, чаще всего деревом, потому что на самом деле в некоторых базах есть и хэш-индексы, представлено деревом, которое позволяет вам на самом деле делать быстрый поиск, но, что важно, и то, что я всегда буду говорить, ничего не бесплатно, да, и опять возвращаемся к примеру, мы пишем insert into group 2342, бам-бам-бам-бам, у нас есть там, опять не так написано, да-да-да, правильно, здесь name, почему нет такого краткого, вот, да, мы пишем такой вот insert, теперь у нас есть табличка, понятно, групп, в которой есть name, но у нас еще есть индекс, мы его где-нибудь здесь создадим, сейчас, пишем там create index, не знаю, там, не помню точно индекс, не помню точно, называется он, а1, не помню точно синтаксис, допустим, на табличке group, и там где-то колонка типа name, не помню точно синтаксис, но понятно смысл, да, мы создаем индекс на табличке group по колонке имени, на самом деле мы говорим, говорим с UBD в этом случае, что пожалуйста, создаем мне вот этого дерева, в котором ты можешь потом сам очень быстро искать, да, теперь когда мы делаем такой insert, во что он превращается, на самом деле он как бы, на самом деле расщепляется на два insert, то есть нам нужно вставить в саму табличку, то есть первый идет insert into table, и здесь же синхронно идет insert into наш индекс, в каком-то виде, и это на самом деле значит, что вот в этот момент мы должны будем это дерево, которое мы там построили, каким-то образом модифицировать, если там что-то с ним не стало получаться, не сбалансировано, там еще каким-то неправильным, это все должно быть в этот же момент переделано, и сделано хорошо, да, и если любая из этих операций по любым причинам падает, то вся эта штука падает, то есть это происходит в одной внутренней транзакции, это атомарная операция, то есть нельзя там добавить только в индекс и не добавить таблицу, то есть это все всегда должно работать вместе, иначе как бы непонятно, как с этим работать, если не атомарно. Что это значит? Это значит, что производительность нашего insert в этот момент начинает зависеть еще от времени вставки в наш индекс, да, и мы еще там помним, что она может зависеть еще там от проверки констрейнтов, и там еще, короче, всякое-всякое. Вот, хотя, казалось бы, нам нужно просто вставить в табличку, то есть если вы в одну табличку на каждую колонку сделаете по индексу и на все комбинации колонок сделаете индексы, это, возможно, сделает ваши селекты более быстрыми, но insert точно станут медленнее, понятно? Прозрачно это все? Класс. И я буду это придерживаться всегда, вы, когда работаете с базами данных, вы покупаете одну производительность чаще всего за производительность другой операции. Вы такие говорите на самом деле, когда создаете индекс. Слушай, скорость моего insert мне не так важна, как потом у меня намного быстрее будут работать селекты. Да, а если у вас, и это всегда на самом деле зависит от того, как ваша база используется. Если вы, допустим, только и делаете, что льете туда данные, просто вот так, просто заливаете, и потом делаете один селект из нее, то вам как бы можно, вообще индексы не нужны. Да, вам нужно просто уметь туда быстро-быстро вставлять, и потом за один раз вы просто просканите это все и отдадите. Это такое больше статистическое использование базы данных. Ну, не знаю, на самом деле. Чаще всего, чаще всего база данных OLTP, что такое OLTP? Знаете? Отлично. А почему мне никто не спросил? Неправильно, да, это онлайн, онлайн как-то, OLTP, это транзакшн, это процессинг, а это вроде онлайн. Кто-то может быстро заглючит. Есть еще противовес этому OLAP. И здесь аналитик слово. И когда говорят OLTP нагрузка, на самом деле подразумевает всегда что-то такое, представьте себе магазин. Вот вы в магазин забили контент вашего товара, и он чаще всего читается. То есть люди намного больше смотрят на магазин, чем делают модификации. То есть в основном на модификации можете видеть там один человек, который забивает кого-то там в какой-то, не знаю, список всех товаров, да, и модификации является, когда вы продаете что-то, он там счетчик уменьшает на единицу и все. Но люди постоянно, если это хороший магазин, смотрят, да, хотят что-то купить, выбирают, пересматривают. То есть в этой нагрузке, очевидно, намного больше будет преобладать селекты над инсертами. Более того, селекты будут намного важнее, потому что, когда я, как пользователь магазина, захожу, я хочу получить товары как можно быстрее, правильно? Прямо сразу хочу выходить. А то, что, допустим, будет человек, который забивает товар и будет ждать там на 5 секунд дольше, это вообще никого не волнует. Потому что он один может и подождать. Реально. Помучается и не страшно вообще. Главное, чтобы всем реальным клиентам было хорошо. То есть, да, понимаете, что в этом случае для меня в этой системе селекты намного важнее, чем инсерты. Я буду создавать в этой системе намного больше индексов, чтобы обеспечить селекты и вообще не задумываться, что там у меня могут пострадать инсерты. Но есть система где-то наоборот. То есть, мне нужно на самом деле там в аналитических где-то просто иметь возможность вставить туда большой поток событий. Вот как, допустим, в Одноклассниках просто нужно успеть залогать все просмотры там, не знаю, видео или все заходы там в группу. Надо просто этот весь поток залогать. А потом мы уже разберемся, как это разложить там все и там, не знаю, посмотреть это в реальном времени. Понятно? То есть, это все зависит от нагрузки. Так, индексы, 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 индексы. Так, на самом деле из схемы в основном все, что вы должны, я думаю, знать про схему. в принципе. Но, теперь мы переходим к другому, к другой части, которая называется дизайн. Схему. Если у кого-то был курс баз данных, то по моему впечатлению в ВУЗе преподаватели намного больше времени уделяли не тому, как это все устроено, там, как это все там крутится, зачем это и почему, там, как это влияет на скорость, там, как это все там, как-то вот пощупать это, а вот этому. Более того, больше всего они уделяли академической важности нормальных форм, перехода, там, из второй формы в третью нормальную, там, бойса кода, правила бойса, короче, ну, в общем, все это очень было печально для меня, хотя, академически правильно. Теперь я вам рассказываю все, что по моему мнению обязательно знать про дизайн схемы. Первое. Существует три вида отношений. Какие? Красавчик. Молодец. Сколько тебя зовут? Егор. Егор молодец. Значит, один к одному, один к н и н к м. Понятно это? Давайте разберем. Один к одному. это вид отношения, который в реальной жизни довольно редко встречается. Он говорит, что одна сущность из одной таблицы равна как бы одной сущности из другой. Ну, тут можно на самом деле быть ноль. Как бы тоже допустимо. Но в принципе, сейчас попытаюсь придумать, допустим, есть студенты, а есть, допустим, аспиранты. Ну, и аспиранты это тоже студенты. Да? Вот так они связаны. Один к одному. Ну, у аспирантов, допустим, появляется дополнительное свойство. Не знаю, какой аспиранта появляется дополнительное свойство. Не знаю, научный руководитель. А у студентов обычно его нет. Ну, тогда как бы добавляется табличка аспирантов. Они связаны один к одному. То есть, вот здесь вот ID и здесь ID. Они всегда жестко связаны. Плюс, не каждый студент является аспирантом. То есть, на самом деле, у нас связь один к нулю. Это норм. В чем проблема такого дизайна? или в чем не проблема, а в чем, как бы, почему это встречается очень редко? Хранили две таблицы, но это не страшно, но две, две, так две. Ну, то есть, как бы ты прав в том смысле, что чаще всего люди просто, то есть, ну, альтернативный дизайн вот этому это в табличку студенты добавить поле научный руководитель. Да, вот сюда. Прямо. Бум-бум-бум. Все поля отсюда. Оп. И если они, ну, если его нет, он просто будет now. Со всеми вытекающими следствиями и так далее. Да, то есть, иногда, когда мы захотим посчитать только аспирантов, в этом случае мы могли пойти в табличку аспирантов и посчитать их или проверить. В этом случае мы такие должны будем пойти в табличку студентов и проверить, ну, допустим, у кого научный руководитель не надо, думать, что это аспирант. Ну, или как-то так. Понятно. Смысл заключается в том, что связи один к одному или один к нулю по факту всегда могут быть размещены в одной табличке. Прозрачно это? Класс. Поэтому люди чаще всего экономят, не заводят новую табличку, если это прямо уж не чересчур, а добавляют поля в текущую и как-то с этим живут. Но, возможно, это неправильно. Один кэн. Пример давайте. Ну, мне кажется, здесь... Да, это прозрачно. вот студент учится во многих... То есть, студент учится в одной группе. То есть, один... Так. У нас много студентов учатся в одной группе. Как-то так. И понятно, что мы уже 10 раз про это сказали, что с точки зрения базы данных это будет две таблички. Табличка студентов. В табличке студентов будет поле групп ID. Ну, и в табличке группы есть поле ID. И вот через него они связаны. В табличке групп будет, соответственно, ID будет уникальным, а здесь группа ID будет не уникальным. Да? Вот. Один кэн. Понятно. Ну, и магия баз данных. просто вот это отношение к многим и ко многим. Как она развязывается с точки зрения баз данных? Нет. А Рома прав. Да, нет. Многие и ко многим развязываются не через две таблички, а через три. Давайте мне пример из жизни. Студенты и проекты. Студенты и предметы. Фильмы и теги. Фильмы и теги. Ну, окей. Давайте, смотрите. У нас есть фильмы. У нас есть теги. И у фильмов есть, допустим, название. У тегов есть название. Теперь мы такие хотим где-то хранить какие же фильмы в конкретной теге. мы такие берем и заводим табличку фильм тег или тег фильм. Кому как нравится. И в ней у нас будет фильм айди и тег айди. Изи. Да? Понятно все? Прозрачно? Все. После этого, после этого вы можете как бы заполнять эту табличку и все. Если у дальше что происходит на самом деле? Магия проявляется дальше, что на самом деле у тега в фильме ну, я не знаю, появляется какое-то свойство. Ну, допустим, цвет, каким он был поставлен. Гипотетически, да? Или там, не знаю, или не знаю. Допустим, цвет. И тогда вы его как бы вот сюда добавляете. Color. Он уже как бы на самом деле теги фильма это не просто таблица связки. Вот эта третья таблица называется таблица связки. Ну, потому что она сама по себе как бы не сущность. Кажется, да? То есть у вас сущность фильма и сущность теги. Да? А потом появляется таблица связки фильм тег. Но потом через какое-то время она на самом деле может превратиться в сущность. Потому что если у нее появляется как бы цвет или еще что-то, то это получается уже у вас сущность теги фильм для фильмов как бы и так далее и тому подобное фильмы в теге может быть привязана еще одна табличка и тогда это допустим цвет который проставлен тегу нет да конечно если ты ты не можешь вот здесь его поставить color эти говорю принц вот допустим ты берешь короче тег пишешь круто и там не знаю круто ставишь синим цветом только комедиям боевикам круто ставишь только красным цветом я не знаю почему он так просто вот так понимаешь и тогда цвет это не не атрибут фильма и не атрибут тега атрибут фильма к тегам связки и потом это получается сущностью и на самом деле к этой сущности тоже может быть какие-то таблицы и так далее и тому подобное это все разрывается вот так вот и все что отношения отношения определяется на самом деле теми таблицами как но они определяются бизнес областью то есть не мы придумали что с нет ну как бы то есть нам как бы наше знание просто подсказала что есть сущность фильма есть сущность теги и у тебя у фильм может быть много тегов да и у тега и один тег может быть поставлен многим фильмом нет мы самой схеме сначала создадим три таблички а потом создадим еще вот здесь один файл ключ на фильм и вот здесь один файл ключ на тег да а потом еще можем создать уникальный констрейнт на фильм тег до чтобы одному фильму один тег нельзя было проставить дважды допустим почему-то знаю вот так вот и сделаем эту пару уникальный вот и у вас будет как бы здесь два констрейнта и здесь один констрейн на уник понятно примерно да супер супер все что я считаю нужно знать про дизайн все остальное скорее всего должно вытекать из общего понимания то есть смотрите первая как бы первая форма первая нормальная формула гласила нам пожалуйста не храните в полях разные сущности ну то есть разные поля то есть не надо как бы в одном поле типа коммент допустим хранить айди там не знаю автора запятая текст коммента запятая оценка и так далее да почему нельзя потом когда тебе нужно будет выбрать только чуваков которые проставили оценку 5 тебе каждый раз нужно распарсить этот текст и это не с точки зрения релизационных баз данных не очень круто поэтому они говорят ребята создавайте три отдельных поля айди текст и оценка марк не надо все запихивать куда-то есть этому исключение но пока мы их не будем рассматривать и на самом деле это все исходит из здравого смысла то есть у вас есть колонки вы же в экселе там в одну колонку не старайтесь набивать там кучу всего ну просто неудобно будет наверное потом там сортировать там или искать там и через складывать когда у вас там все через запятую написано да поэтому что если вы хотите потом использовать все индексы там еще что нибудь связки делать по форин ключам не пихайте в одну общую колонку разных полей все так смотрите сейчас будет самое интересное я считаю в этом ну не то что фломастер упал смотрите сейчас мы разделимся на команды ну сейчас все просто ребята каждый у каждого из вас будет минут 30-40 на то чтобы нарисовать вчетвером схему базы данных про фильмы которые мы обсуждали на прошлом занятии а им не повезло потому что самое интересное они сделали вот можно но сейчас на листочке по понятная задачка ребят и самое главное ребят я как бы здесь остаюсь мне можно задавать вопросы спрашивать и так далее прямо да прям рисуем таблички с полями со связями с развязками и так далее да конечно есть соответственно фильмы и у фильмов есть как режиссеры как актеры так и сценаристы да есть предлагает сделать одну таблицу люди да я предлагаю сделать для каждого решайте а как ну это смотрите но но непонятно тут это как бы на самом деле как раз таки тот выбор который будет всегда вы делать да допустим у людей какие есть свойства кроме имени допустим общие допустим есть у них общие свойства или нет то есть вы будете дублировать здесь информацию там не знаю зарплату которую они получали или еще что нибудь это ну там не знаю год рождения то есть какие то кусок у них общей свойств если их много как бы получается то можно ввести просто что-нибудь типа роль в фильме что-нибудь такое да ну не в какой нибудь смотрите а потом допустим допустим не знаю если чувак выполняет несколько ролей как быть он допустим и продюсер и режиссер смотрите дальше допустим если у вас роли могут добавляться ну то есть я не знаю реально то есть вот вы сейчас придумали что у вас есть до директор актера скринврайтер а у вас может быть там еще автор музыки не знаю какой-нибудь еще пять короче костюмер там и в общем понеслась да по списку когда вы смотрите то есть их на самом деле намного больше чем 3 и вы изначально может не хотите каждый раз создавать по таблице поэтому вы такие думаете не ребят давайте я создам одну общую допустим с детализацией параллель но это выбор который как раз вы должны будете обсудить и сделать вот отрибуты у нас допустим она связана с годом каким-то допустим там наград лучшая женская роль это не лучшая женская роль 2013 в идее отдельные награды вот но при этом один фильм по идее может иметь несколько наград ну подождите знаю у вас есть сущность фильма есть сущность награда очевидно но награда может быть несколько у одного фильма может быть несколько наград связь один к н правильно чем сложность сущность например год или допустим тип лучшая женская роль допустим и ты сможешь допустим взять и найти фильмы нет допустим всех актрис которые были награждены лучшей женской ролью за оскар например ну кажется так да просто тогда у вас наградок должен быть актер и он да ну правильно правильно у вас должен быть эктор айди и он должен ввести в общую табличку актеров там или не знаю кого-нибудь еще ona электро идея награды она просто к чему это награды привет ну смотрите у вас можно быть награда человеку выдан она может быть и вообще к фильму да 있고 естественно у вас у вас может быть два поля допустим можете ну допустимо 1 фильма деть тогда они будут ввести к фильму либо к человеку тогда来 ты но у вас может быть допустим ещё лучшая музыка не лучшая музыка то есть это может вести там к не к фильму, а, допустим, не к треку, а к, ну, не обязательно, к человеку, к лучшему композитору, допустим, или лучшему, там, кто там, продюсер, кто не знает там. Ну, то есть, может быть, лучший режиссер, правильно, есть такие же, очевидно. Ну, да. То есть, как бы, к людям может вести, а люди уже могут быть разными, например. И два поля, фильмы и актеры? Ну, это может быть актер, либо еще какой-то, ну, какой-то человек-айди, просто категорию. У тебя не только же актерам выдается награда, а можно выдаваться за... Несколько парей, или одну универсальность? Смотря, как вы задизайните таблицу людей. Будут у вас таблички актеры, режиссеры, там, не знаю, там, кто там, продюсеры, или будет там одна табличка людей с ролями. Как придумаете? А на карте можете спросить? Да. Пожалуйста, можете спросить, а вам это делать в виде уже таблич, или просто, допустим, сочетаете ее оттуда выжилочки? Да, в виде табличек, но можете, пожалуйста, не использовать карандашик, ну, линейку прям, может, ну, прям ровненько так, просто пишите квадратики в фильм, и через, там, дефисики и атрибуты, которые видите. А в каком-то раз линейку так же удобнее будет прям отсюда, допустим, есть и связь? Конечно. Ну, я просто говорю, можете прямо не слишком... Да. Что? В формате UML? Ну, пробуйте UML. В любом понятном мне формате. Да, вот здесь заголовок таблички, здесь поля, да, вот здесь другая табличка, здесь как бы и как они связаны, допустим, что они связаны через поле, там, такое-то, и здесь он так называется. В том, что даже... Действительно, это скринчоты. Мы решили попытаться ввести отдельную таблицу в сущность категории. Это что-то типа полноэтажный сериал или компонентажный. При этом нужна ли она нам на самом деле, если у нас, например, как ты предлагаешь? Ну, просто необязательно создавать отдельную таблицу, которая будет хранить все вылисты интересующие. Это можно все в коде реализовать. Ну, нет, смотрите, короче, если, допустим, есть два решения. Допустим, ну, не знаю, вы берете, допустим, жанр и всегда просто пишете здесь жанр. Ну, вот просто так, да? Пишите здесь, комедия, прямо в этой табличке везде. Комедия, детектив там, или вот сюда вот, ну, просто так, да? Но тогда у вас нет общего списка жанров, также с категориями, да? Если вы хотите, ну, вот сюда это куда-то зашить, прямо в поле, написать категорию, допустим, что-нибудь, да, вот так здесь, тогда вы теряете список всех категорий, вам нужно будет селектировать всю эту табличку, чтобы достать весь список. Ну, и поняли, что я имею в виду? У вас нет, как бы, списка, нет айдишки в категории. То есть, грубо говоря, если вы, не знаю, ошиблись в одном, в одном символе в категории, то будет другая категория. Поняли смысл? Поняла ты? Да, точно так же, как и с жанром. Чаще всего. Вот с годами, допустим, ну, нет смысла, да, да, типа, как бы, ну, это, как бы, совсем, как бы, ерунда, да, ну, или там, но... для какой-то такой вот сущности обычно таблицы вводятся. Еще вопрос, типа, две таблицы на годах. Категория и фильм, они связаны как один к одному. Ну да. Почему один к одному? Ну, почему, да. Да, но в одной категории много фильмов. То есть, не один к одному. То есть, получается, у нее есть еще фильм-айдиль, а какой-то такой? Нет. Нет. Правильно, смотри, у тебя в одной категории сколько фильмов? В одной категории? Да. Там много может быть. Правильно. А у одного фильма сколько в категории? Правильно. На какое отношение? Один ко многим. Правильно? Как и с... Точно так же, как и с жанрами. У жанра много фильмов, а у фильма один жанр. Правильно? Если... У фильма несколько жанров. Вот если у фильма несколько жанров вы посчитали так, то нужно таблицы развязки. Тогда у нас непорядка здесь. Ну, либо вы просто говорите, что у нас... Либо вы говорите, что у нас у фильма всегда один жанр. Допустим. А вот тут вопрос, типа, придумали две таблицы награды для фильмов и награды для людей. Это как-то не по спрингу, мне кажется. Не по спрингу? Ну, типа, как-то жестко вообще... Жестко какое-то зацепление пошло. Мы не понимаем, как связать, потому что если мы сделаем одно универсальное поле, оно может и сюда, и туда идти. Куда? Нет, так нельзя. Не, ну вы можете сделать два поля просто. А как потом выбирать? Ну вот как, ну вот как. Вот здесь... Да, один на ID, допустим, фильма. А как потом выбирать, если нам, например, нужны награды только для фильма? Ну вы заселектите просто награду, да. Сделаете джойн этой таблички, допустим, с фильмами, и останутся только те, где здесь будет не нау. Или отфильтруете как-нибудь, да? Ну то есть у вас будет такой, как бы, фильм, что у вас одно из этих полей всегда не нау. Правильно? Ну типа... Ты делаешь два поля. Один для фильма и один для человека. Вы можете не делать, двух отдельных таблиц, если они у вас все дублируют все поля, как бы, да? Ну кажется, это не самый, как бы... Потому что тебе в одно может придется, а в другом... Да, грубо говоря, если ты потом добавишь сюда в награды еще какое-нибудь поле, тебе, скорее всего, наверное, нужно сюда его добавлять. Хорошо, а как тогда организовать вот возможность? Всегда одно должно быть нау. Одно, да, одно нау, другое не нау, как бы. Но ты это никак не организуешь. Это как раз проверять в бизнес-логике придется. Но потом, когда ты будешь джойнить, допустим, фильмы, либо людей. Если ты захочешь выбрать только награды людей, ты выберешь, типа, селект там, там, где ID человека из NotNow. А, то есть мы, короче, просто, допустим, делаем награды, у них есть поле ID человек, ID, фильм, одно из них на. Если мы хотим получить список наград по фильмам, то мы джойним с фильмами. Да. А по людям, то с людьми. Вам нужны две разные таблицы, только в том случае, когда вы понимаете, что у них разные атрибуты. Ну, то есть у вас есть реально... То есть у вас сущность прямо другая, да? То есть у вас есть какие-то атрибуты, которые характерны только для этого, допустим, да? Я вот тут. Так, ну, докладывать. Смотрите, я, короче, то хочу, чтобы вы все стали и начали сами смотреть на то, что получилось у ребят. И больше... Красиво. Более того... Тихо. Более того, вы должны, как на самом деле, у вас возникали какие-то кейсы, которые вы решали, там, развязывали какие-то таблицы, решали какую-то проблему, там, как раздать награды, там, не знаю, где там что хранится. Поэтому вот можете попытаться найти эти ответы в схемах других ребят. Да, и спросите, а как ты там, не знаю, награду выдашь, там, или как ты найдешь? И он может ответить вам. А вот это мы не делаем. Или, а это мы сделали вот так вот. Ну, в общем, вот так. Поэтому будем делать так. Один человек от команды, кто самый, кто самый хорошо говорит, рассказывает какие-то критические моменты схемы. потом раунд вопросов от ребят, может быть, пару вопросов от меня, следующий, и потом, когда посмотрим всех, сделаем какие-то выводы. Все. Давайте. Кто... Эти ребята, эта команда отличается, она придумала название проекту, и назвала... Отлично, значит, уже, уже придумали, да? Записано. Записано, отлично. Они вот, это команда Кинополис. Давай. Название команды? Как тебя зовут? Я Игорь. Игорь, давай. Рассказывай, я понял, что ты будешь рассказывать. В принципе, сущности, ничего необычного в сущностях нет. Есть фильмы, есть жанры, люди, которые могут быть разных профессий, теги, есть языки, франшизы, студии и лицензии. А где профессии у людей? Как что, ты просто сказала, люди могут быть разных профессий, поэтому я спрашиваю. Да, человек может быть одновременно и режиссером, и актером, других профессий мы пока что не добавили. Двух профессий? Да, но чисто принцип, как они работают, можно посмотреть, уже увидеть. Расскажи. Режиссер, мы шли от предположения, что он только один, а вот актеров, может быть, много, и в качестве таблицы связки вот есть персонажи, где по-хорошему сразу имя как бы есть персонажи. Можно вопрос? Забудь написать. Подожди, подожди. Не, не, давайте дадим Игорю вопрос, и потом вы спросите, окей? Сразу можно узнать имя персонажа в фильме. Собственно, здесь связывается, в каком фильме какой человек, какого персонажа играл. Можно вытянуть по фильму, кто там играл, и по человеку, где он играл. Вот. Еще у людей, у нас сразу хранятся булианы, был ли он актером, был ли он режиссером, ну и там, по-хорошему, другие профессии должны быть. Прикол в том, что, когда мы хотим подгрузить, например, страницу об одном человеке, достаем о нем данные, нам не нужно делать селекты, был ли он в персонажах или в режиссерах где-то, мы сразу можем написать, типа, профессии, там, актер, режиссер, вот тут же, обратившись к этой таблице, не знаю, что еще рассказать. Вопросы давайте. А вот ты говорил, что, типа, может быть, только один режиссер у ленты. Да. Но вообще-то режиссеров может быть много у ленты. Все страницы. Да, все так, торопились просто. все так. Такое, ну, смотрите, как бы, смотрите, когда вы дизайните любую схему, вы всегда дизайните ее из каких-то предположений, да, соответственно, у ребят задизайнили схему с двумя профессиями, поэтому, и когда, ну, и когда эти профессии по одному в фильме, это позволило им захардкодить режиссера и прям сюда? Да? Прям ключ. Да, вот сюда, как бы, да, и персонажей, типа, выделить в отдельную табличку, как бы, ну, в общем-то. Вот, в общем-то, и все, как бы, решение. Понятно, на самом деле, минус этого всего, мне кажется, очевидно, потому что профессии могут быть разные, и они могут быть множественные. Еще какие-нибудь вопросы? У чуваков есть, есть награда, да? тут награда может быть, как у человека, нет, без фильма не может, фигню говорю. У фильма может быть награда без человека. Да. Я не знаю, это может быть небольшой костыль, но, короче, вот есть награды, уникальные, ну, то есть, они тут не повторяются, допустим, вот награды там, типа, за лучший фильм. Есть ID фильма и ID человека, null. Это норм. Это просто фильм, вот, но, это норм. Если награда человеку далась, то мы сразу знаем, что человеку далась награда, и за какой фильм далась. Да. И все в одной и той. Да. Но у тебя, это нормально. Это на самом деле нормально. Это на самом деле нормально. То есть, как бы, не обязательно все связи должны быть обязательными. Не обязательно все связи должны быть обязательными, да? Единственное, что у тебя здесь можно дать награду только актерам. Ну, 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 ладно, еще одному режиссеру еще может быть, да? Ну, у тебя просто нет пока, да. То есть, потенциально, как бы там. Любому человеку. Да, любому человеку вот отсюда, теоретически. Может, даже не снимался нигде никогда. Вот. Самый стеснительный. Да. Просто смотри, смотри, вот что здесь такое еще прямо виднеется. Смотри, вот он человек. И у него есть флажочек режиссер. Да, но это, ну, то есть, грубо говоря, вот я, допустим, в одном фильме режиссер? А в другом просто актер. У меня здесь две записи? Нет, нет. Ага, хорошо, если одна, тогда я продублирую страну, продублирую дату рождения и продублирую биографию. Правильно? Не понял, продублируете откуда? Смотри, ну просто, у нас здесь две записи? Если он был и режиссером, и актером... Нет, у меня у нас два разных фильма, два разных... Тихо, подожди, парни, тихо. У нас два разных фильма, и один человек... В одном режиссер? Да, в одном режиссер, второго актера. Вот здесь сколько записи будет? Одна. Одна запись. И у того фильма будет записано, что он режиссер? Одна запись здесь, да? Да. Тогда вот здесь же должна... Одна запись, да? Да, одна. А вот здесь это должна быть таблица развязки, а она таблица через... Это режиссер ведет сюда, да? Да. А, я понял, а персонаж... А персонажи вот так? Ну, да, напрямую, потому что мы торопились, сделали, чтобы один режиссер только был всегда у фильма. Это естественно. Да, я понял. Да, окей, да, хорошо, наверное, это сработает. Да, все. Хорошо, окей. Есть вопросы еще, ребят, других? Там что-то дорисовывают сразу парня. Да, воните там? Рисует он. Кто следующий? Давай. Что с сезонами у вас? С сезонами? А, сериалы, как мы хрэем. Да, сериалы. Отличный вопрос, очень плохо. Но, на самом деле, все возможно будет работать. У нас есть такая вещь, как франшиза, типа звездные бойные... О, вот как это звать надо было. Тихо, 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 но франшизы... Вот, и мы решили... В последний момент, естественно, что франшиза и сериал, в принципе, очень похожие вещи. И количество частей соответствует количеству серий. Но единственный косяк в том, что как бы у сериала есть и сезоны, и серии. Ну, понятно. Плохо, потому что сезон один. Если один сезон, то все будет работать, потому что количество частей будет соответствовать количеству серий. У тебя каждая серия отдельный фильм? Ну, грубо говоря, да. И, кстати, здесь конец на предыдущую, на следующую часть. То есть, если в франшизе или в сериале есть следующая серия или часть, то она может сразу предлагаться. Это не очень круто, на самом деле. Да? Да, объясним. Ну, вот эти связки на, вот, допустим, на что-то следующее, на что-то предыдущее, хранить в самой табличке не круто. Потому что тебе нужно будет там их как-то обновлять постоянно. Ты добавляешь новую серию, тебе нужно будет пойти в предыдущую, поставить и следующую. Нет, ну, вот этого всего. Скорее всего, проще было бы хранить, ну, допустим, если в этой табличке, то просто номер серии. Допустим, ты хранишь пятый, тогда понятно, если ты хочешь назад катиться, тебе нужно четвертую отселектить. Если хранишь там, ну, хочешь вперед, там, шестую. То есть, номер было бы, на самом деле, намного проще хранить, чем эти ссылки. Потому что, если ты хранил, ну, сохранил пятую серию, она всегда пятая. И тебе, как бы, не надо вот этого делать. Это в этом сезоне она будет пятой. А в другом никогда не будет никакой. То есть, в смысле, она в одном, одна серия в одном сезоне. Бывает так, что одна серия в двух сезонах сразу, как бы? То есть, такая первая серия в первом сезоне и последняя во втором. Да, такой, смотришь, одно и то же, думаю, ни хранинастика не получилась. Так и не бывает, но я, по крайней мере, не знаю. Есть еще вопросы к ребятам из кинопоиска? Полиса. Обижаете. По поводу языков у фильма. Бывает, тихо. Язык, то есть, это типа язык оригинального съемка, да? То есть, не учитывается, как это? Допустим. Изначально должно было быть, да, дубляжи. Не было методичных. Да, 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 должны быть. Изначально хотели языки озвучки сделать. Но в версии там 0.1 не зашло. Альфа, пре-бэта. Да, ясно. Ты хотел спросить? Есть такие случаи, когда, типа, сериалы, они становились между кроссоверами. Ну, типа, одна серия сериала как-то пересекалась с другой серией. Ну, давай, это вообще просто какой-то... Не бизнес-кейс, как бы. Ну, типа, как сказать... Ну, вот, например, этот, типа, лучше звоните соло и... Во все тяжкие, но... Там же многие эпизоды, они же между собой пересекаются. Ты имеешь в виду к двум франшизам раз? Не, но они же не обязательно их линковать, что они пересекаются. Или как ты хочешь... Ну, да. По-моему, там... Потому что вы дубликаты в дубликатах не делали. А какие там дубликаты? Я не понял. Ну, типа, как-то связать, типа, два сериала. Например, вот их... Тегами? На серии одинаковые двух сериалов? Человек может смотреть оригинальный сериал, но не хочет смотреть спин-офф, например. Ну, то есть... Спин-офф. Тег спин-офф висит. Тег вы все тяжкие висит. Тогда лучше предлагать, например, спин-офф все-таки как... Ну, следующий номер после последней серии все-таки сериала... Да, но по факту, на самом деле, получается, что между фильмами у вас может быть какое-то отношение. То есть фильм с фильмом может быть связан через что-то. Ты имеешь в виду, что по хронологии где-то вписывается? Не-не, просто у тебя может быть фильм с фильмом... Один, как бы, одна строка отсюда, с другой строкой каким-то образом связана. Допустим, через спин-офф. Либо через, не знаю, там, через... Может быть, и через трейлер, а может быть, через приквел или еще что-нибудь. Да, и ты просто можешь развязать это через табличку отношений. У тебя есть там, кто хочет там, не знаю, про этот, про соло, и есть серии, и ты просто связываешь, что они связаны с той. Но тогда должна быть сущность на сериал целый. Не на фильм, а на сериал. У тебя должна быть сущность сериал. И вот она должна быть связана с сущностью другого сериала. Каким-то образом, допустим. Ну, понятно, да. Давайте дальше. Давайте вы. Ты будешь рассказывать? Можете вдвоем. У нас вообще некрасиво. Смотрите, я сразу плохо думаю про эту тему. Нужно говорить наоборот. Мы тут сделали классную штуку, короче. Классная штука. Давай. И рассказывай, чем она хорошая или лучше, чем предыдущая. Давайте я скажу отличие от предыдущих. Да. Собственно, как мы реализовали актеров, режиссеров и наград. Давай. И про серии. Пару, как раз про серии чуть не нарисовали. Так вот, актеры и режиссеры у нас таблицы сохранятся в разных таблицах. Ты показывай их. Я тут как бы не всегда умею читать твой... Актеры и режиссеры. Это фильм. Ясно. Можно сразу вопрос. А сценаристы, операторы? На самом деле... Костюмеры, да? Можно сделать еще одну таблицу. Еще таблицу. То есть, ну правильно. Тут подход такой, ребята, выбрали. На каждую роль мы будем создавать отдельную табличку. Да. И таблицу связку. И таблицу связку. Вот. Собственно, да. Для режиссера простая таблица связка. Айди фильма, айди режиссера. Да. Для актера чуть сложнее. Есть айди также фильма актера. Имеется роль, которую этот актер играл. И еще имеется запись айди награды. Что такое айди награды? Понятно, что такое айди награды. Не понятно. Не понятно? Я пока не спой. Пойдем. Я говорю айди записи награды. Вот так. Хорошо. Это будет понятнее. У нас есть отдельная таблица награды, в которой хранится собственно название награды. Оскар, имя, Тэфи, неважно что. И какой-то ее уникальный номер айди. Но это не то же самое, что здесь. Почему? Потому что у нас имеется еще одна третья связочная таблица. Фильм награды называется. В ней есть собственная уникальная запись конкретно вот этой записи. В ней есть айди фильма, которому она принадлежит. Айди вот того, как это назвать правильно, кубка, которому дается за этот фильм. Это номинация, дата. И вот как раз вот эта айди записи может быть записана у актера, если он получает награду на свою работу. Класс. Можно. А можно было на самом деле вот сюда, чем это отличается от того, что ребята запилили, да? Они на самом деле поместили вот сюда айди человека, а не в фильм актера запихали для награды. Нет, айди человека... Вот сюда бы, если ты положил айди человека? Нет, потому что фильм может получать не только за человека награду. Конечно, может быть и по фильму, и тогда у тебя айди человека просто ни на что не показывал. Ну, она, предположится, ситуация здесь. Да, да. Я тебе и говорю, что это просто разные решения, да? Видите, можно одно поле положить в фильм актера, в котором оно будет нало-не нало, а можно вот сюда положить айди человека как бы, да? И скорее всего, если мы еще подумаем, здесь минут 15, мы даже найдем различие плюсы и минусы того или иного решения, да? То есть, когда положить в айди награды вот сюда, либо когда она в награды. Мне лично кажется, что сущность про награды должна лежать в наградах. Ну, то есть, как бы у вас, ну, как бы просто более будет здесь связано. А фильм актеры, здесь полезно то, что есть, конечно, то, что он сыграл какую-то роль. То же самое было у ребят, они писали там персонаж, да? Это, на самом деле, по факту, я считаю, одно и то же. Но есть очевидные минусы, да? То есть, костюмеров, операторов, блин, боже мой, людей, которые занимаются трехмерной графикой, бухгалтеров, всех этих людей мы будем заводить через создание двух таблиц сразу же. Более того, если мы все хотим, не знаю, сделать что-нибудь одинаковое, ну, сколько они получили денег за этот фильм, допустим, да? Или сколько там, чего там, то нам нужно будет в каждую таблицу пойти что-то сделать. Вот так. Ну, вот такое решение парни выбрали. Давай про сериалы. Так, про сериалы. На самом деле, тут одной таблички не хватает, я его... Представим, что она есть. Конечно, вот там... Да. Собственно, у нас есть таблица под названием серия. Она будет включать в себя и сериалы, и вот сиквелы, и триквелы, и так далее. Что здесь есть? Тут есть ID-группы. Плохое название, вот классное слово франшиза. ID-франшиза. Есть еще одна табличка, которая называется франшиза, в которой хранится эта ID. И, собственно, здесь ID-франшиза тоже. Красавчик, да? Ты мог так и рассказать. Здесь таблица фильмов. Таблица, запомнилась, здесь таблица фильмов. Здесь жанры, вот здесь студии. Значит, студии связаны с фильмами, а вот так вот. Давай. Ну, в общем, представляем, что здесь еще одна табличка. Табличка примитивная. Да, я понял. Да, да. Хорошо. Хорошо, да. Представили себе. Здесь хранится номер франшизы. Самое интересное здесь. Да, как связано. Давай. У нас имеется вот просто запись, большая таблица серии. У них хранится ID-франшизы, ID-фильма. Это номер этого фильма, ну как, по порядку. Да. И если это сериал, то у него еще есть одно поле, серия, то есть номер серии. Подожди, чем отличается номер серии по порядку? Для сериала это сезон. Подразумеваем, что это сезон. Угу. Ваши краски. Окей. Ясно. Вопросы, ребят. Я бы задал вопросы по той табличке. Ладно, мне кажется, у пацанов нет никакого вопросов. Все плюс-минус. Так, давайте, рецензии. Кто дает рецензию у вас? Есть некоторый автор. Мы просто пишем текстом, да? Просто ник какой-то. Так, ладно. Можно, да, создать отдельную таблицу. Я такой вопрос задам. Подождите, как тебя зовут? Михаил. Миш, расскажи, пожалуйста, что дольше всего вы здесь обсуждали? Награды. То есть как раздать награды, да? Ну, как связать награды с актерами еще. Актер получает за роль награды. Окей. Ясно. Давайте вы. Это мы, да. Если что, помогайте. Итак, наш годный совершенно продукт называется Serflex. В общем-то, понятно, откуда название, да? Наш лого – это Сьюпермен почти, но только Сергей Мэн. Окей. Итак, у нас есть главная сущность фильма, с которой уже потихонечку связывают все остальные. Так, ну, теперь что, давайте потихонечку про каждую отдельную сущность. Как она связана с тегами, ну, посредством, да, «многие к многим» и с таблицей связки «финтег». Дальше у нас есть «хьюманы». Они связаны с фильмами, и мы для «хьюмана» храним там поле «профешн», да? И отдельная таблица «профессии», у которой есть свой идичник и название «профессии». Это гениально просто. Да. Давай дальше. Я даже не знаю, как мы это связываем. Ну, ладно. Также есть таблица «жанры», она тоже связана с фильмами, и таким образом мы можем связать жанры с «хьюманами». Да, то, что у нас идет эта связь, если нам надо это делать… Даже с тегами. И даже с тегами. Вот так. Да? Давай дальше. Ну, тут вот… Поняли, о чем они говорят сейчас, да? Нет. Вот, правильно, ты молодец. Они говорят, на самом деле, то, что они для каждого тега, в принципе, могут узнать, каким жанром он был проставлен. Каким жанром? То есть через фильмов мы можем дойти до того? Или, допустим, какие «хьюманы», какие люди играли… В каких жанрах, да? В каких жанрах. Допустим, если там, не знаю, ты играешь только комедийные роли, или ты там только в ужастиках снимаешься. Ну, допустим, просто такие изучения можно делать. Ну, в принципе, у всех… Вот у нас связь идет. Вот они. Все связаны, можно добраться. А как мы узнаем, какая именно профессия была у этого человека в этом фильме, если там он может быть и сценаристом, и режиссером, и тим. Так в разных фильмах по-разному. То есть мы узнаем, какой человек, но никакой профессии надо было в этом фильме. Нет, в этом фильме у нас просто какая у него профессия. Да. Это на самом деле косячок, я считаю. Не-не-не. Не, на самом деле, короче, скорее всего, профессии нужно было вот сюда добавлять. Ну да. А не вот сюда. Да. То есть потому что, если, допустим, человек может быть даже в одном фильме, он может быть и актером, и режиссером, и вообще может быть одним человеком, да. Да. В общем-то, это версия 2.0, ну а теперь мы презентуем версию 2.1. Так у нас профессии хранятся. Да, отлично. Смотри, смотри. Хорошо. Тут очень плохие стерки, но долго. У меня ограниченное количество профессий. А, что? Ну если эту профессию хранить, то можно добавлять, типа, ограниченное количество композиторов, ассистентов, операторов. Да, да. Режиссеров и так далее. Это как раз решает то, чего вам не хватало. Да. Юзеры. У нас есть специальная рекомендательная система. Для каждого юзера мы храним, ну, какие фильмы он посмотрел, ну, посредством этой связки. Как связка называется? Фильм с юзерсом. Ничего не написано, да? Фильм с юзерсом. Это полядка называется, нет? Нет, это... А, понял. Прошу прощения. Юзерсом, вон там полядка. Ага, фильм о дивизе радио, окей, спасибо. Да. Ну, просто здесь они у тебя вертикально... Если что тут этот провоточек, то вот он вот так. Это очень важно. Вам на схемотехнике рассказывали. Это очень важно, понимаете? Это не просто пересекают, а это вот... Да. Мы перепрыгиваем через него. Ну, здесь какие одежды? Ну, юзеры есть name, у нас хэш-пароль в нем хранится, фотка. Да, у химона тоже фотка. Ну, не суть. И у каждого юзера есть его отзывы, которые он оставил. И отзывы связаны не только с юзером, но еще и с фильмами. Да. Логично. Ну, каким фильмом, какой юзер, там, текст, дата, фильм ID, юзер ID. Все. Сериалы. Сериалы, у них есть какие-то поля. Ну, ID-шник уникальный, название сериала. Года. Не год. Здесь год. Тут года. Да, ну, description и здесь... Ты будешь обдейти это поле каждый раз? Нет. Ну, допустим, вышел сезон какой-нибудь. Нет, мы просто пока не закончился, а потом дописываем. Когда дописываешь-то? А когда дописываешь, что закончился? Когда закончился. А как поймешь, что закончился? Ну, просто это не круто. Да, потому что ты будешь как бы... Студия объявляет закрытие сериала. Я такой, ну, блин, надо апдейт написать, да? А на самом деле, ну как, ты должен это выводить из данных просто, да? То, что у тебя есть фильмы по годам. Значит, сериал у тебя снимался с такого-то года по такой. Зачем дублировать это еще и в сериалах? Просто то же самое написать. Если у тебя... 2.2. Если у тебя есть вот это поле вот здесь, то, ну, как бы, зачем? Да, да, по факту. Да. Ну, в общем, есть таблица, связка сериала-фильмы. Здесь сериал-айди, фильм-айди и сезон хранится. Ну и все. Так, ну и как мне посмотреть следующую серию? Это у нас в фильмах Next.id и Prev.id. И это не круто, как раз, я как это говорил. Да, вы здесь слышали. Фильмы у вас, это разные вещи, что ли? Нет, смотри, одна серия, это фильм. Сериал, это уже, грубо говоря, набор серий. Набор фильмов. Поэтому для каждого сериала-айди у нас есть вот здесь фильм-айди. Да, то есть на самом деле у вас вот здесь вот я бы добавил номер, да? Да, номер серии. Это все в description хранится. Смотрите, когда я вам сказал, что в комменты не надо писать поля через запятую, я именно это говорил, что не надо в description через запятую хранить то, что все остальное... У нас есть на МСЛ. Да, 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 не надо так делать, да. Вот, все, ну да, нормально. Окей, давайте, ребята, вы. Так, ну у нас основная сущность это не фильмы, а такая абстракция картина, в смысле как произведение. И есть категория-айди, где уже, допустим, полнометражный фильм, сериал или короткометражный фильм. Вот, также еще есть сущность плейлист, ну, либо там у других по-другому называлось. Но, да, франшиза или что-то там еще. Но суть в том, что, допустим, если это будет какой-то из фильмов, полнометражный или короткометражный, то у него может быть там продолжение, или наоборот, предыдущие части. И вот тут, если в случае фильма, то сезон будет один, а серия просто как часть, там, первая, вторая, третья, идти. Вот, а если это сериал, то, соответственно, сезон и серия у него есть. И он связан с картиной через фильм-айди. Так, ну, награды тоже есть. Как они, как они, как они организованы, награды ваши? Ну, у нас вот есть сущность человек, у которого есть айди человека, который ко многим связан с картиной. Через что? Вот через эту табличку. Она просто табличка связки? Да, табличка связки. Без профессии? Профессия у человека. Точно такая же тема, как у ребят, да? То есть, на самом деле, профессия, скорее всего, должна быть в таблице связки. Это да. Получается, видите, таблица связки, она на самом деле не две таблички развязывает, ну, то есть, не всегда две, а в этом случае даже три таблички развязывает. Вот, и, получается, награда? У людей надо стереть просто награду. Да, нормально, это понятно, что там мы представляли, здесь зачеркиваем. Ну, вот, соответственно, там есть тип, год получения, айдишник, награды, и есть айди человека, который получил, и, собственно, айди фильма. Вот, если в том случае, когда у нас просто получают награду какая-то картина, то, ну, вот это будет просто now. Хорошо, хорошо, и тогда вопрос, на что... На чём организация есть? Да, понял. На что должно указывать эта айдишка? На табличку человека или на табличку людей с подчеркиванием фильм? Вот это? Да. Ну... Так там уже и айди человека... Скорее, вот, да, вот здесь, мне кажется, вот сюда, потому что человек же получает... За роль какой-то... За определенный фильм. Да, и за определенную какую-то роль, да. Да, фильм, извещая роль, которая будет вот здесь. Да, поэтому, если вы поставите в роль сюда, то вот эта штучка должна уйти, на самом деле, вот сюда у вас. Четыре таблицы раза. Да. Да? То это сюда. И это, на самом деле, тогда сойдется плюс-минус с вариантом из Кинополиса, мне кажется. Если не ошибаюсь. Вот. Или нет? Тут есть профессия. Да. У кого-то, у кого-то просто точно так практически так же было. А, у вас, да? Да. Сирфлекс. Ну, мы не списывали. Не понятно, что не списывали, просто нет, смотрите. Ну, по... Нет, скорее у нас списывали. Конечно, я, на самом деле, и был тем человеком, которым говорил, ребята, нужно здесь развязать, потому что у тех сделано вот так. Все, у меня нет, на самом деле, больших вопросов. Есть, ребята, какие-то вопросы? Так, последние ребята, которые там что-то дорисовывают, давайте, рассказывайте. Этим людям было менее интересно, чем всем остальным, потому что они успели даже обвести свои таблички. Так, ну, в общем, самая главная таблица, это как фильмы, они являются сериалами. Мы не решили сделать, мы не решили делать отдельную таблицу для сезонов и всей серии, потому что у нас, наподобие кинопоиска, у нас нет, нельзя просматривать фильмы. Поэтому, если это сериал, то сезонность будет количество сезонов. Также, если у фильма, фильм может сниматься в нескольких странах, он может иметь несколько жанров, несколько саундтреков, несколько тегов. Поэтому здесь, а, несколько студий, соответственно, и здесь, соответственно, есть соединение через многих ко многим. Что касается рецензий, то, соответственно, есть пользователи, и пользователи могут составлять несколько рецензий, и в общем, фильм может иметь тоже несколько рецензий, а несколько пользователей. То есть, на самом деле, смотрите, рецензии, здесь ребята подошли креативно. Они не назвали эту табличку «пользователи подчеркивания фильмы». Это как сущность. Они назвали это словом «рецензии». То есть таблицу связки, которую в этот момент они назвали именем. Соответственно, если фильмы бывают связаны между собой, мы решили эту проблему следующим образом. У нас есть такая таблица франшизы, например, рассмотрим фильм «Такси». Боже мой. Тоже внизу где-то слева, да? Так же называется. Но зато он и есть. Соответственно, есть «Такси», и, соответственно, если есть «Такси-1», «Такси-2», «Такси-3», это название фильмов будет, несколько фильмов будет. И здесь, по франшизе «Ди» будет «Такси». То есть мы так будем находить связанные фильмы. То есть это типа группы, на самом деле. Да, группа, название группы. Что касается ролей, в общем, у нас есть персонал, это люди, которые участвуют в фильмах. Есть, соответственно, роли. Есть режиссер, сценарист и оператор и так далее. Есть, соответственно, табличка, которая связывает все это вместе. Фильмы «Персонал» называются. Соответственно, потому что один человек, он может быть режиссером нескольких фильмов, а в одном фильме он режиссером и сценаристом может быть. Да, это стандартно. И у вас там еще есть поле награды ID. Да, соответственно, мы здесь сделали две награды, две таблицы. Награды для людей и награды для фильмов. У нас вначале была одна, но потом мы решили сделать две. А у ребят было сначала две, а они потом сделали одну. Давайте... Почему? У нас здесь была одна таблица, и было две связи. Если здесь будет фильм ID, то получается, режиссер тоже будет иметь награду фильма. Это же фильм имеет награду, а не человек имеет награду. Оба. Ну, в смысле, в фильме режиссер получает награду за какой-то... За какой-то определенный... За какой-то фильм, конечно, да. Вот. Да, ну, слушайте, решение-то можно тут как бы критиковать. Мне ближе, на самом деле, одна табличка с двумя полями как-то чище, потому что, смотри, допустим, просто награда за, допустим, за лучший фильм, понятно, что попадают награды по фильмам. Допустим, награда за лучшую режиссерскую работу. Куда попадает? В оба? В обе таблички? Нет. Строчку вставляешь? Только сюда. А где связка с фильмом тогда? То есть связка с фильмом... А здесь же она есть. А, через персонал, да. Отсюда туда ты вытаскиваешь, да, так можешь сделать. Ну, в общем, ясно. Просто если тебе потребуется, допустим, тип награды ввести, еще типа Оскар, да, допустим, либо Канны какие-нибудь, тебе придется обе их завязать куда-нибудь туда, добавить туда новое поле. Ну, в общем, каждый раз тебе придется, скорее всего, может быть, делать что-то очень похожее с двумя табличками. Вот. Ну, это на самом деле... Все такие решения, они... Так, я думаю, это постынь команда, да? Да. Смотрите, что я хотел сказать. На самом деле все ваши дизайн-решения, они всегда обоснованы той предметной области, с которой вы работаете. Практически всегда. Никакими нормальными формами это все не решается, да? То есть, допустим, если ты говоришь, что у нас у фильма один режиссер, то все как бы, да? У нас у фильма один режиссер, а этот режиссер ID может храниться как бы в одной таблице, и нам целая таблица полностью из этого не выпадает. Да? Если предметная область такое позволяет. То есть вся схема может поменяться. Если награды выдаются только, там, не знаю, фильмом, тогда у вас одна схема. Если фильмом и людям, вы подстраиваетесь, да? То есть на самом деле ваша схема – это просто отображение той предметной области, в которой вы работаете сейчас. Если она со временем усложняется, то она как бы просто эволюционирует, да? Вы там понимаете, что вы там слишком сложно что-то сделали. Там ребята кто-то там на каждую профессию по таблице завели. Надоест им клепать на каждую профессию по таблице. Они скажут, что-то мы не так сделали, да? И в одну загонят. Но как только они что-то загнали в одну таблицу, есть сразу же проблема в том, что, скорее всего, эта таблица станет больше, в этой таблице там селекты станут медленнее и так далее и тому подобное. Пока это мало, это все будет хорошо работать. Но обратный, как бы рефакторинг обратно может быть возможным. Если таблица очень большая стала, то вы просто берете ее на разные части, растаскиваете, и конкретные запросы, конкретные части другие не трогают. То есть вы всегда, на самом деле, вашу схему, это просто ваше, не оружие, а просто ваш способ управлять производительностью базовых данных и то, что вы делаете. Грубо говоря, почему придуман вот этот подход на табличке? Да, на много табличек. Потому что, как бы, ты в каждую из них можешь что-то вставить, и другие при этом не сломаются, не пострадаются, да, типа того. Если мы рассмотрим просто общий один кейс, но, допустим, когда вам нужно что-то заселектить оттуда, вам нужно вот это вот все, этот граф, как ребята рассказывали, вот так вот обойти, да, и заджонить все эти таблички, да, вот проделать этот весь путь. То есть, на самом деле, вы сделали ваши инсерты более быстрыми, вот сейчас, в данный момент, то есть вы взяли, как бы, и просто растащили все это на сущности, да, вот на эти. Но селекты при этом у вас, на самом деле, пострадали. То есть вы, когда начнете их собирать, допустим, когда вы захотите, там, просто сделать самый простой селект, вытащить фильмы и показать имена всех людей, которые собрали с ним, вам нужно сделать два джойна. Вам нужно отсюда пройти вот сюда и вот сюда пройти, да, чтобы достать это имя. То есть, ну, как бы, базе данных нужно будет постараться все это, все это замерзнуть. То есть, если бы гипотетически это было очень критично и, допустим, для вас операцией, просто вот это вот прям то, что вы всегда делаете, вы могли бы взять, как бы, в одну вообще таблицу, все эти правила нарушить и, на самом деле, сделать денормализацию, так называемую. То есть вы сейчас нормализовали данные и сказали, что каждая сущность, она отдельна. Но в каких-то случаях, когда вам важна скорость, вы можете, как бы, пожертвовать этим и сделать денормализацию. То есть хлопнуть их, как бы, да, инсерты ваши, ну, и апдейты пострадают при этом, но селекты выиграют. Есть автоматические свойства денормализации, там, допустим, не знаю, потом про них тоже еще поговорим. Но вы должны, ну, идею поняли, да? То есть, как бы, то, что разбив на части, вы, как бы, на самом деле ускорили все всякие апдейты, и делиты, и инсерт, у вас все так красиво разложено, но когда вы хотите это все совместить вместе, это уже требует вычислительных ресурсов. Вот. Все, что я, наверное, хотел вам сказать сегодня. Все. Спасибо.